Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня здесь в студии мы будем обсуждать одну из наиболее распространенных проблем среди заболеваний костно-мышечной системы. Это остеоартроз коленных суставов. И здесь в студии обсуждать эту проблему будет заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения университетской клиники КФУ Булат Марцевич Шарафуддинов и заведующий ревматологическим отделением университетской клиники Тимур Булатович Сибгатулин. Булат Марцевич, ведь не секрет, что проблема остеоартроза, она одна из наиболее актуальных ввиду большой распространенности. И вообще, на мой взгляд, очень актуальность придает именно то, что большие слои населения затрагивает эта проблема. Ведь согласно статистическим данным, примерно 15% всего взрослого населения, это от 18 лет и старше, они страдают заболеванием остеоартроза различных групп совершенно суставов. Не обязательно это коленные суставы, но коленные суставы среди всех этих групп суставов являются наиболее распространенными, которые поражаются при остеоартрозе. И если захватывать более глубокие, более высокие возрастные категории, например, 60 лет и старше, то данным заболеванием страдает уже более 50% всего населения. Поэтому, безусловно, обращаясь к нам, к специалистам за помощью, очень часто мы встречаемся именно с таким заболеванием. Согласен с вами, полностью поддерживаю. Действительно, категория пациентов, которые поражены заболеванием суставов, с каждым годом увеличивается. И эти заболевания, которые первично развиваются, связаны с воспалением. И категория пациентов, причем, что даже молодого возраста начали появляться, и я думаю, вы их отмечаете у себя, где расширяются проблемы, так как это связано с тем, что есть проблематика с весом, в плане ожирения. И много сейчас вот этих фастфудов, которые активно внедряются в нашу жизнь. И вот эту пищевую культуру питания развивает среди молодежи, которые как раз-таки потом не контролируют вот эти весы. И плюс вредные привычки, которые также сказываются. Я думаю, что вы на них подробно остановитесь по поводу каких-то факторов, которые влияют на развитие и ускоряют развитие данных заболеваний. Ну, особенно, вот, например, заболевания коленосуставов, которые, наверное, чаще всего встречаются в плане развития остеоартроза. Я абсолютно согласен с вами, что ожирение вообще является одним из ведущих факторов риска при развитии остеоартроза, и в том числе остеоартроза коленных суставов. И проблема здесь не только в каком-то избыточном весе и избыточной нагрузке на суставы, как привыкли многие считать, но и непосредственно в продукции вот этими жировыми клетками воспалительных элементов, клеток воспалительных и воспалительных белков, которые называются цитокинами, которые непосредственно играют одну из ключевых ролей в развитии остеоартроза. Ведь мы привыкли считать остеоартроз просто обычным дегенеративно-дистрофическим заболеванием, когда просто хрящ истончается, костные наросты образуются, и вроде бы как идет деформация сустава. Но на самом деле еще глубже надо смотреть на проблему. То есть в патогенезе развитие остеоартроза ключевую роль действительно играет воспаление, когда происходят абсолютно ненормальные реакции со стороны организма, именно воспалительного толка. Поэтому остеоартроз на самом деле на сегодняшний день это проблема не сколь, скажем так, банальной деструкции, банальной деформации коленного сустава, но и воспаления, когда помимо самого сустава вовлекаются в процесс и ткани мягкие вокруг сустава, которые при этом воспаляются, отекают и причиняют выраженные страдания, боль нашим пациентам. И, естественно, мы, когда ведем речь о лечении заболевания на современном этапе, мы рассматриваем возможность и проведения противовоспалительной терапии, купирования воспаления в том числе. И если возвращаться к каким-то диагностическим критериям остеоартроза, общепринятым на сегодняшний день, то есть как выставляется этот диагноз, то совершенно необязательно на сегодняшний день, на мой взгляд, проводить какие-то агрессивные, инвазивные процедуры, например, такие как артроскопия. Еще совсем недавно артроскопия являлась одним из диагностических критериев остеоартроза коленных суставов. То есть это что означает? Для того, чтобы нам подтвердить диагноз остеоартроза, нам снимка рентгеновского недостаточно, нам еще и нужно проводить артроскопию. На сегодняшний день европейские лиги, ревматологические в том числе, ассоциации по лечению остеоартрита, дают нам четкие рекомендации, что артроскопию проводить совершенно необязательно, достаточно только клинические и рентгенологические критерии. Что это означает? Это означает, что диагноз выставляется на основании осмотра врача и на основании проведенных исследований, в частности, рентгенография суставов. Таким образом, чтобы врачом был выставлен диагноз остеоартроз коленных суставов, совершенно не требуется проведение артроскопии, достаточно визита к врачу, который уже на основании имеющихся новых современных критериев и результатов дополнительных исследований выставит диагноз. И, соответственно, переходя к лечению этого заболевания, то есть, как мы уже сказали, совершенно необязательно сразу стрелять из пушки по воробьям, каким-то переходить к высокотравматичным, инвазивным методам лечения, агрессивным, да, абсолютно я согласен с вами. То есть, в принципе, лечение изначально должно быть направлено на коррекцию факторов риска. Ведь, как вы сказали, какие факторы риска имеются? Конечно же, в факторы риска сейчас много молодежи очень активно занимается спортом, но иногда они эти, значит, активные, например, горнолыжные вот эти все, мода пошла, то, что сейчас активно развивается это все, но они очень травматичны и часто приводят не то, что там травматизация суставов даже к переломам, а суставы, я думаю, что, конечно же, там тоже травмируются, так как многие из тех, кто собирается заниматься, неподготовлены к этому спорту, и они активно пытаются сразу показать свои возможности, пытаются взять быка за рога и заниматься этим. Конечно же, видимо, вот это все со временем приводит к травмам, которые потом не лечатся должным образом, не обращаются к специалистам, то, что какие-то там в поликлинике или где-то терапевт назначит какие-то обезболивающие препараты или просто мазь на область сустава, и вот это все переходит в хронический, я думаю, процесс, который постепенно пытаются загасить, погасить чем-то, его каким-то быстро обезболивающим препаратом, так как все-таки сейчас все очень занятые и активно читают вот этот интернет, когда пытаются сами себя лечить и не обращаются к профильному специалисту, который мог бы это все вовремя откорректировать и остановить вот этот процесс остеоартроза уже, да, там, допустим. Я думаю, что как раз-таки такие пациенты тоже активно попадают потом уже в запущенных стадиях к травматологам, которые и приводят их к этим артероскопиям, то есть это инвазивное все-таки вмешательство, которое проводится под наркозом, проводится в операционной, и как раз-таки фильм, который будет представлен, будет показывать то, что все-таки чаще всего артероскопии назначаются без на то показаний, да, Тимур Булач, я думаю, сейчас расскажет то, что все-таки эти вмешательства в последнее время, они были очень популярны и были на пике, как говорится, моды, и поэтому активно их применяли. Но времена меняются, все, новые технологии внедряются. Я думаю, Тимур Булач сейчас расскажет по поводу фильма, который будет далее представлен. Да, мы его обязательно посмотрим. Я единственное только хочу добавить к тому, что вы сказали. В первую очередь, действительно, мы должны направить все наши усилия, это на снижение факторов риска для развития остеоартроза. Ведь пациент, если у него уже имеются признаки остеоартроза, если ему уже выставлен диагноз остеоартроза, а он продолжает заниматься, например, какими-то травматичными видами спорта, конечно же, желательно эти виды спорта, занятия этими видами спорта ограничить. Например, те же самые горнолыжные виды спорта. Это риск любой травмы. Это не обязательно в дальнейшем разовьется остеоартроз, но, допустим, пациент скатывается по горному склону, он неудачно как-то упал и получил травму колена. Или классический пример с футболистами. Очень много футболистов есть, завершивших карьеру, у которых к 45-50 годам развивается выраженный остеоартроз, притом одного травмированного ранее коленного сустава, который потом подлежит просто эндопротезированию, раннему эндопротезированию. А что такое эндопротезирование для молодого, в общем-то, человека, 50 лет возраста? Это, с одной стороны, это, конечно, возвращение функциям, утерянным функциям суставу, но, с другой стороны, на сегодняшний день эндопротезирование, эндопротез, через 15 лет в среднем подлежит реэндопротезированию. То есть он в дальнейшем еще должен будет перенести такую же операцию, а потом, в зависимости от продолжительности жизни, еще. Поэтому, идя на эндопротезирование, мы должны понимать, что в дальнейшем это подлежит, даже замедленный сустав в дальнейшем он подлежит еще замене через какое-то время, когда произойдут какие-то уже дисфункции самого эндопротеза. Это нормальные спрогнозируемые явления. Поэтому мы должны, в первую очередь, пациентов направлять на образ жизни, в первую очередь, на правильную физическую нагрузку. В частности, сейчас идет пропаганда различной лечебной физкультурой, гимнастикой, что, в принципе, вполне адекватно сложившимся ситуациям, потому что лечебная гимнастика является одним из основных методов лечения остеоартроза, в том числе и коленных суставов. Также должны быть организованы мероприятия по снижению веса, если имеется избыточный вес. Я не говорю, чтобы повально все садились на диеты. Более того, диета, на мой взгляд, это все-таки прерогатива специалиста. То есть специалист-диетолог должен рекомендовать, как правильно питаться. Ведь если мы сейчас скажем, надо похудеть, надо, значит, не есть то-то, 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 но это общий подход, а подход всегда должен быть индивидуальный. Поэтому уменьшение жировой массы, снижение веса – это является очень хорошим лечением остеоартроза, потому что не будет двух главных факторов риска. Это механическое воздействие весом на сам коленный сустав, и второе – это сама жировая ткань, как я сказал в начале передачи, являющаяся продуцирующей воспаление в области воспалительных факторов и, соответственно, именно в области суставов. Да и в общем физические нагрузки влияют положительно на сердечно-сосудист систему и не только на суставы. Поэтому я думаю, что это является большим фактором предупреждения всех проблем со стороны обмена веществ и организма человека в целом. Ну, я думаю, переносимся на фильм. Я думаю, да. Мы сейчас вместе с телезрителями посмотрим фильм наших коллег из-за океана, который нам расскажет об их опыте, об их видении лечения, диагностики остеоартроза коленных суставов. Будь в тонусе. Тысячи австралийцев ежедневно ложатся под нож. Но есть ряд операций, в необходимости которых приходится сомневаться. Как узнать, действительно ли вам необходима операция, или же из вас просто выкачивают деньги, и рисковать здоровьем совершенно не обязательно? Артероскопии в Австралии делают слишком часто. Около 100 тысяч операций в год, особенно при остеоартрозе коленного сустава. И очень часто выясняется, что для подобной операции не было показаний. Единственным показанием для артероскопии считаются так называемые механические симптомы, связанные с суставами. Под механическими симптомами я имею в виду блокаду сустава или застывший сустав, особенно внезапно возникшую неспособность выпрямить ногу. Это единственный повод для артероскопии при остеоартрозе коленного сустава. Порядка 2-3 миллионов австралийцев страдают от этой болезни. Остеоартроз – это дегенеративные изменения хрящевой ткани суставов. Как правило, это заболевание затрагивает руки, тазобедренный сустав и колени. Обычно человек жалуется на боль и выпадение функций больного сустава. Но при отсутствии таких симптомов, как блокада сустава или застывший сустав, а также внезапно развившейся неспособности выпрямить ногу, показаний для артероскопии нет. При артероскопии коленного сустава устройство под названием артероскоп вводится в микроразрез на коленном суставе. Во время операции колено промывает и удаляет часть поврежденной ткани. Но, как правило, пациенты не чувствуют себя лучше после операции. Более того, им становится хуже. Хирурги владеют информацией, а пациентам сложно разобраться, так ли необходима эта операция. На что им следует обратить внимание? Если большинству пациентов не нужна эта операция, почему ее так часто делают? Артероскопию делают потому, что так принято. Долгое время считалось, что она помогает. Большинство людей, у которых есть остеоартроз коленей, требуется лечения. Они ищут способа облегчить боль и улучшить свое самочувствие. А это операции модные. И многие хирурги идут навстречу пациентам и делают артероскопию. К сожалению, делают потому, что, как я уже сказал, после нее либо просто не наступает улучшение, либо становится хуже. Встречаются осложнения, такие как развитие тромбы или занесение инфекции во время артероскопии. Есть также риск, связанный с анестезией. Но эти осложнения довольно редки. А чаще всего бывает, что симптомы, то есть боль и выпадение функций сустава после операции, усиливаются. А как же тогда лечиться? В первую очередь нужно попытаться снизить факторы риска, которые приводят к развитию остеоартроза. В частности, нужно следить за весом. При наличии лишнего веса или ожирения, пациенту следует похудеть. Кроме того, нужно укреплять мускулы, окружающие сустав. Следует сосредоточиться на силовых упражнениях для наращивания мышц и стабилизации сустава. Кроме того, нужно использовать простые средства для стабилизации, например, эластичные повязки, а также принимать анальгетики. И противовоспалительные средства, например, парацетамол и ибупрофен. Если ничего не помогает, то нужно все-таки показаться хирургу. Многие хирурги уже разочаровались в этой процедуре. Не стоит считать их своими врагами. Постепенно хирурги начинают осознавать, что осложнения после артероскопии встречаются слишком часто. Они не хотят, чтобы пациентам стало хуже. Нужно искать именно таких хирургов и бежать от тех, которые желают как можно скорее разрезать вам колено и вставить туда артероскоп. И если вам сказали, что нужно обратиться к хирургу, сначала почитайте о своей болезни, поспрашивайте, подумайте, нет ли альтернативных методов лечения. Может быть, вам и не нужна операция. Существует много альтернативных методов лечения оста-артроза коленного сустава. У 90% людей со ста-артрозом есть лишний вес или ожирение. Все исследования доказывают, что если вес снизится всего на 10%, то исчезнет половина симптомов. Многие симптомы связаны со слабыми мышцами, так что нужно укреплять их. От этого тоже исчезает половина симптомов. Эти простые средства способны помочь многим пациентам, но, к сожалению, мало кто полагается на такие методы. В следующих выпусках мы расскажем о других операциях, без которых можно обойтись. Будь в тонусе. Все знают, откуда берется лишний вес. Всего несколько лишних калорий в день за год дадут прибавку на килограмм, а за 10 лет на 10 килограммов. Можно бороться с этим, снижая калорийность рациона. Но есть другое решение. Дважды в неделю исключить мясо и заменить его чем-нибудь еще. Итак, готовим без мяса. Без мяса. Мы будем готовить сан-чао-бау или волшебные мешочки из латука. Так моя мама их называла. Начинкой будет тофу. Да, и мешочки будут в половину не такие вкусные, как с мясом. Зато полезные. Для этого блюда вам понадобится свинина. Да. Чао-бау значит свинина. Берем свиной фарш. А белый это жир? Да, конечно. Это же самые вкусные. Берем твердый тофу и режем его. Хочешь попробую, Джимми? Вообще вкуса нет. Деликатес. Сейчас я его разомну, чтобы по консистенции был как фарш. Удачи. Нам понадобятся соевый и устричный соусы. Они соленые, так что соли больше добавлять не нужно. Мне нравится. Сделаем все то же самое, но только с мясом. Добавляем кунжутное масло. А мы ждем, пока поджарится фарш и поем. Нам не страшен серый волк. Серый волк, серый волк. Кладем водяные орехи. И побеги бамбука. Совершенно верно. Много порезанного чили. И пророщенные бобы. Самые ядреные из всех бобов. Зеленый лук, грибы и два вида соуса. Кориандр. Кориандр. Листья кориандра кладем в конце. В конце. Камень, ножницы, бумага? Давай. Раз, два, три. Ладно. И что? Сначала тофу. Тофу сначала? Так, приготовься ко взрыву вкуса. Великолепно. Получилось довольно вкусно. Спасибо. Спасибо. А теперь пришел черед свинины. Мясо. Хотелось бы сказать, что мое блюдо лучше, но разница невелика. Да. Даже моим друзьям-мясоедам нравятся мешочки с тофу. Наш вердикт таков. Можно делать сан-чао-бао без мяса. И получится вкусно. Я разгромлен. В следующий раз отыграешься. Война не окончена. Будь в тонусе. Весело, полезно, быстро. Вы, наверное, слышали о том, как важно иметь крепкие мышцы кора. Но не все знают, что такое кора и зачем его тренировать. Кейси, мышцы кора – это глубокие мышцы живота и спины, в том числе и поперечные мышцы живота. Эти глубокие мышцы опоясывают живот и спину. Они очень важны, потому что задействованы во всех видах двигательной активности. От простой прогулки по парку до занятий в тренажерном зале. Одно из лучших упражнений для развития мышц кора – это различные скручивания. Лягте на спину, втяните живот и напрягите его. Округлите спину, чтобы она была плотно прижата к полу. Руки разведите в стороны. Отведите согнутые в коленях ноги сначала в одну сторону. Три глубоких вдоха и выдоха. И в другую сторону. Спина должна быть плотно прижата к полу. Повторите по пять раз в каждую сторону. Отдохните и сделайте еще два подхода. Упражнения на мышцы кора можно делать везде, где можно расположиться на горизонтальной поверхности. Если у вас остеопороз, то перед тем, как начинать тренировки, поговорите с врачом. Полный список упражнений на мышцы кора есть на нашем сайте. Будь в тонусе В прошлом выпуске программы «Будь в тонусе» мы говорили о людях, страдающих бессонницей. Для тех, у кого есть проблемы со сном, мы предложили три вида лечения. Релаксацию, гигиену сна и когнитивно-бихвиоральную терапию в онлайне. Тысячи людей прошли ее, и Кейси Беррос побеседовала с одним из них. Я прошел курс когнитивно-бихвиоральной терапии по интернету. В детстве мне нравилось рано вставать. Я жил на ферме, это вошло у меня в привычку. Но потом я занялся бизнесом, и мне приходилось, едва продрав глаза, хвататься за работу. Так длилось довольно долго. Три года назад мы продали бизнес. Я сменил образ жизни, но по-прежнему не высыпаюсь. Вы уже пытались наладить ночной сон? Я обращался к психотерапевту по поводу проблем со сном, но он мог предложить только снотворное, после которого нельзя садиться за руль. Я снизил количество кофеина, но не почувствовал разницы. А потом я увидел вашу программу и сказал себе, вместо того, чтобы мечтать о сне и спать урывками по 2-3 часа, можно прекрасно позаниматься психотерапией. Как вы теперь спите? Сколько недель длилась ваша программа? Порядка 4 недель. Я выработал хорошие привычки, связанные со сном, и сплю крепко. Если я просыпаюсь ночью, то засыпаю через 5-10 минут. Вы быстро заметили результат? Когда он появился? Практически мгновенно. Как раз сегодня, перед интервью, я просматривал свой дневник сна. Я записываю, сколько часов провел в постели, и оцениваю эффективность своего сна. Раньше было от 40 до 50 процентов. А как только началась психотерапия, эффективность возросла до 80-90 процентов. Сразу появился ощутимый результат, и мое состояние улучшилось. Наверное, со временем моя жизнь станет куда счастливее. Будь в тонусе. Это все на сегодня. Спасибо, что смотрели нашу программу. Если вам понадобится дополнительная информация, загляните на наш сайт. До свидания. Фильм озвучен компанией «Видеопродакшн». Дорогие друзья, мы посмотрели фильм, который как раз и говорит о проблемах остеоартроза коленных суставов. И действительно, мы видим всю злободневную проблему, что такие проблемы, какие были и какие есть у нас, они также характерны и для здравоохранения других стран. Поэтому тут, в принципе, мы для себя ничего нового не открыли, я думаю, ортроскопия, которая проводилась ранее достаточно широко и у нас. Кстати, я здесь хочу сказать, что наши травматологи-ортопеды, они, на мой взгляд, подходят к проблеме с большой долей осторожности. Потому что очень часто пациенты, которые направляются, и может быть, у них у самих есть желание, чтобы им сделали ортроскопию, им эту ортроскопию не проводят, направляя на консервативные методы лечения. Это последняя тенденция. Ранее, конечно, наверное, несколько лет назад, когда это все внедрялось, активно применялось, и думали, что это панацея. И сейчас все-таки есть отдаленные результаты лечения этих пациентов, которые повторно приходят после ажитороскопии. И, видимо, с этим связан их взвешенный подход, и они все-таки сначала пытаются консервативно этих пациентов вести, если уж действительно без ажитороскопии не обойтись. Они далее уже применяют эту методику. По поводу консервативного лечения, я думаю, вы подробно сможете нас проинформировать. Как эти пациенты, как их лечить, как их вести. Проблема остеоартроза сейчас очень актуальна. И я думаю, что такие пациенты каждый день у вас бывают на консультациях. И вы можете уже в плане тактики лечения, ведения этих пациентов нас проинформировать. Вообще, как нам внедряли такую мысль еще со студенческой скамьей, хирургия – это терапия отчаяния. То есть, когда перепробованы все консервативные методы лечения. Ведь любая инвазия, любое хирургическое вмешательство сопряжено с определенной долей риска. Может быть, на сегодняшний день эти риски минимизированы, но они все равно существуют, остаются. Поэтому… Занесение инфекции, да и потом в дальнейшем любое травматическое повреждение сустава, оно сказывается на суставе, и остеоартроз начинает прогрессировать еще сильнее, если, к примеру, эта манипуляция как артероскопия была проведена необоснованно, без значимых на то показаний. Поэтому, на мой взгляд, действительно начинать надо лечение с консервативных методов, которых существует достаточное количество и современные методы, которые мы применяем в нашей клинике, такие как введение протеза синавиальной жидкости внутрисуставно на основе гиалуроновой кислоты и все больше распространенность и, кстати, рекомендации, в том числе американские рекомендации, получает и PRP-терапия, плазмолифтинг, непосредственно введение плазмы, собственный коленный сустав. Но здесь еще требуется дальнейшее, конечно, исследование, в том числе, я думаю, и наше исследование данной методики. Ну и как мы обсуждали еще до фильма, никто не отменял различные коррекции образа жизни, то есть, соответственно, это и правильное питание, это и достаточно хорошая подвижность, лечебная гимнастика ежедневная, занятия плаванием весьма полезны будут для пациентов как на любой совершенно стадии, как и на начальной стадии остеоартроза, так и уже на более продвинутых стадиях. Есть ли продукты какие-то рекомендованные или какие-то, наоборот, которые вызывают, допустим, ухудшение состояния суставов или, допустим, какие-то продукты, которые улучшают, там, я не знаю, холодец, допустим, на хрящ, что влияет и доказано ли что-то в плане питания, какие-то продукты действительно положительно сказываются, какие-то более отрицательно. Вот ваше наблюдение есть? На самом деле продукты, они непосредственно прямого действия на хрящ не оказывают. Соответственно, то, что многие пациенты, приходя к нам на прием, рассказывают о том, что они употребляют холодец, петушиные гребешки, свиные копытца в пищу используют. Это на самом деле все мифы, потому что хрящ – это структура, которая не восстанавливается, это надо понимать. Если произошло повреждение хряща, то уже новый хрящ на его месте не вырастет. Поэтому все, что нам нужно сделать, это препятствовать и рекомендовать пациентам препятствовать дальнейшему повреждению хряща, чтобы он дальше не разрушался, потому как это будет способствовать уже непосредственно целому каскаду дальнейших превращений в самом суставе. То есть сустав начнет деформироваться, и то, что раньше называли деформирующим остеоартрозом, когда происходили изменения в самом суставе, при том видимые изменения, когда голень отклонялась от оси, общей оси нижней конечности, то есть это такие своего рода деформированные нижние конечности, оно просто для данного конкретного пациента станет явью, то есть это материализуется. Соответственно, рекомендации по образу жизни, они тоже должны быть актуальными в любом конкретном, в любом случае с остеоартрозом и на любой стадии остеоартрозом. Очень часто я хотел бы добавить, что пациенты самостоятельно лечат эти заболевания, применяя обезболивающие препараты, противовоспалительные препараты без назначения врача. Но все эти препараты, которые называются нестероидными противовоспалительными препаратами, они подбираются на самом деле индивидуально, исходя из факторов риска, ведь здесь и токсичность на сердечно-сосудистую систему, и повреждение желудочно-кишечного тракта, и повреждение почек мочеводелительной системы, и гепатотоксичность. То есть, соответственно, врач должен назначать такие препараты. Вот я думаю, Вы, Булат Марсович, ведь по роду своей деятельности, оперируя пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе, наверное, сталкивались с постоянным и частым бесконтрольным приемом противовоспалительных препаратов, ведь на самом деле мы видим факторы риска. Такие пациенты есть, к сожалению, их много, которые начинают действительно сами себя лечить и пытаются подбирать препараты, но приходят уже в запущенных стадиях, и бывают проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта, бывают также проблемы со стороны, то, что у них возникает при случайной, ну, не то что случайной, болит желудок, много месяцев он ходит, пациент пытается лечить не то что желудок, он думает, что это у него, допустим, сердце, а на самом деле он пьет НПВС, у него уже давно там развивается эрозия, далее развивается язва, и это все на фоне приема этих противовоспалительных препаратов. Когда мы собираем анамнез, мы только узнаем постепенно, что у него действительно это было связано не с сердцем, а связано было с желудком, и это терапевт назначает ему ФГДС, далее обнаруживаем язву, и все приходится отменять, и, конечно же, уже лечить желудок. Часто бывают сочетанные тоже такие проблемы, и так как пациенты ишемической болезни сердца постоянно вынуждены принимать препараты, грубо говоря, антиагреганты, антикоагулянты, допустим, если у них есть в анамнезе какие-то тромбозы, которые тоже могут воздействовать на слизистую желудка и желудочно-кишечного тракта, и приводят к этим осложнениям. Это уже группа пациентов, которые необходимо, чтобы их ввела мультидисциплинарная бригада, которая как раз таки есть у нее заболевание суставов, заболевание сердечно-сосудистой системы, и это все связано опять же с фактором риска ожирения, которое все это привело все совместно от расклероз плюс лишний вес. И здесь есть сложности ведения этих пациентов, так как нет того специалиста, кто бы мог это все сгенерировать и совокупно вот эти все препараты отрегулировать в плане лечения. И они ходят по разным специалистам. И эта проблематика на сегодняшний день все шире и шире становится. И этих пациентов, междисциплинарных пациентов, которые с разными категориями специалист связаны, становится все больше. Я думаю, что вы сталкиваетесь с такими пациентами тоже. По заболеваниям сердечно-сосудистой системы здесь на самом деле любой специалист может сказать, что он сталкивается, потому что то понятие, такое понятие, как коморбидность мы используем в медицине, это сопутствующие конкурирующие заболевания, оно безусловно имеет место быть. И здесь на самом деле вопрос, что в данном случае лечить. Остеоартроз, например, или какую-нибудь другую ревматическую патологию, либо, казалось бы, более влияющую на прогноз сердечно-сосудистую патологию. Ну, безусловно, сердечно-сосудистая патология, она играет главенствующую роль, но, возможно, она не развелась бы, если бы не было бы остеоартроза того же самого. Ведь для пациентов сердечно-сосудистой системы, заболевания сердечно-сосудистой системы, на самом деле, тут множество факторов риска. Это и сама боль тоже является фактором риска развития сердечно-сосудистого, хроническая боль, ограничение движения, гиподинамия. Это воспаление. Воспаление как безусловный фактор развития определенного сердечно-сосудистого риска. Ну и, безусловно, сопутствующий прием нестероидных и часто и бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных препаратов. Я бы хотел сказать, что прием нестероидных противовоспалительных препаратов ни в коей мере не останавливает прогрессирование остеоартроза. Он только облегчает на какое-то время, на короткое время самочувствия, снимает симптомы. Но болезнь, она дальше будет прогрессировать, и потребность в этих противовоспалительных препаратах будет все более и более возрастать. Соответственно, отсюда и хроническая боль, и хроническое воспаление, и, соответственно, фактор риска по другим сопутствующим заболеваниям. Допустим, есть еще вот такая категория препаратов, которые, как говорят производители, воздействуют на состояние хряща, как бы хондропротекторы, так называемые. Как вы относитесь к ним все-таки реально? Есть ли от них эффекты, стоит их принимать? Или это действительно, опять, как вы говорите, снимает просто симптоматику? Снимают ли они на какое-то время, допустим, восстанавливают ли структуру каким-то образом? Попадают ли они в сам сустав, когда они принимают внутрь прием пищи? Вопрос по поводу хондропротекторов. Он довольно-таки интересный, и ответ довольно-таки неоднозначный. Дело в том, что даже сейчас к единому мнению по применению хондропротекторов не может прийти европейское сообщество и американское сообщество. У них разные взгляды на эти группы препаратов. Европейское сообщество, то, что называли раньше хондропротекторами, а сейчас называют противовоспалительные препараты замедленного действия, их признают как лекарственные препараты и рекомендуют к применению уже как первую ступень терапии остеоартроза. Поэтому, если сугубо наше мнение, мнение мое личное, то, в принципе, мы применяем такие препараты уже сразу, как только выставляем диагноз остеоартроза, но не с целью того, чтобы восстановить хрящ. Как я уже говорил, хрящ ничем не восстановишь, а с целью стабилизировать состояние, чтобы не происходило дальнейшее прогрессирование заболевания и чтобы пациент, в дальнейшем избавившись от воспаления, избавился от необходимости приема симптоматических препаратов быстрого действия, такие как нестероидные противовоспалительные препараты, о которых мы говорили. То есть эти препараты, безусловно, это, если говорить, добро или зло, на мой взгляд, нестероидные противовоспалительные препараты – это добро, но при правильном их применении под наблюдением врача. Поэтому, в принципе, когда, будь то участковый терапевт, врач общей практики подозревает у пациента какое-либо заболевание, ревматическое заболевание суставов, он обязательно направляет пациента на консультацию к врачу-ревматологу. Безусловно, ни в коем случае не нужно заниматься пациентом самим самолечением. Обычно направляются такие пациенты к врачу-ревматологу. Врач-ревматолог осматривает пациента, выставляет диагноз. Если есть такая необходимость, проводит дополнительные методы исследования, уже на основании этих методов исследования выставляет диагноз. И если диагноз – остеоартроз, то пациент возвращается обратно к участковому терапевту на дальнейшую курацию. Курацией этих пациентов, ведением этих пациентов и дальнейшим лечением этих пациентов занимаются врачи-терапевты, получив уже рекомендации от врача-ревматолога, как вести этих пациентов. Поэтому я считаю, что суть нашего обсуждения сейчас той терапии, которую мы применяем, которую пациенты сами применяют, сводится к тому, что любое лечение любого заболевания должно быть назначено профильным специалистом. И я думаю, здесь наши мнения ни в коем случае не разойдутся. Вопрос возникает следующий. Допустим, пациенты, которым противопоказано применение нестероидных противовоспалительных препаратов, что с ними делать? Как дальше их вести? Есть же пациенты, которые действительно с язвенной болезнью желудка и риском кровотечения высоким. Как вы их ведете и каким образом далее даете рекомендации? Конечно же, большинство таких пациентов, особенно на продвинутых стадиях остеоартроза, в дальнейшем направляются на консультацию к врачам, травматологам, ортопедам, где решается вопрос о необходимости эндопротезирования сустава, соответственно, для того, чтобы поставить уже искусственный сустав, когда все консервативные методы уже исчерпаны. Но бывают и противопоказания, бывают ограничения, абсолютно я с вами согласен, ограничения к проведению операции. И тогда здесь, соответственно, выходов не очень много. Это либо применение сильнодействующих анальгетиков, опиоидных анальгетиков. Пациенты вынуждены садиться на… садиться, я уж слишком грубо сказал. Но мы вынуждены рекомендуем использовать именно эти препараты, потому как боль, хроническая боль, как я уже… это, да, выходит на первое место, и пациент это значительно снижает качество жизни и обостряет при этом сопутствующие заболевания. Как часто бывают эти пациенты, допустим, по поседневной практике? То есть есть категории, примерно сколько таких пациентов, если в общем смотреть? Это достаточно большая цифра. Я не готов сейчас назвать конкретную цифру. Но по внутренним ощущениям это порядка 10-15% от общего количества страдающих остеоартрозом. Потому как проблема иногда наша состоит не только в том, что пациенту показано оперативное вмешательство, но и в том, что пациент вынужден еще какое-то время ждать очередь на эндопротезирование коленного сустава. Иногда это доходит до года и даже больше. А жить хочется здесь и сейчас. И притом полноценно жить без боли, без воспаления. А воспаление здесь, безусловно, играет одну из ключевых ролей, поскольку боль обусловлена именно воспалением. И воспалением именно мягких тканей, окружающих сам сустав. При остеоартрозе происходит образование патологических кровеносных сосудов вокруг сустава. И зачастую по этим кровеносным сосудам вот эти все клетки, участвующие, кровяные клетки, участвующие в воспалении и продуцирующие белки, факторы воспаления, они непосредственно проникают по этим сосудам. И мы получаем это воспаление. Поэтому здесь мы с вами, наверное, найдем общую точку интересов для применения нового метода, который еще в Поволжье не применялся никогда. В Татарстане точно, да, такой метод в Татарстане точно не применялся до этого. Это метод эмболизации вот этих артерий, кровеносных сосудов, которые, в принципе, в нормальном состоянии в этом месте, в месте воспаления, и не образовались бы. Да, действительно, университетская клиника КФУ является пионером по внедрению малоинвазивных вмешательств, по вмешательств по сосудам. Как раз-таки можно даже чуть остановиться на истории. Мы впервые в Республике внедрили эмболизацию маточных артерий при миомах, внедрили эмболизацию простатической артерии. И сейчас впервые, являясь пионерами в своем направлении, внедряем эмболизацию коленных суставов при гонартрозе, остеоартрозе. Как раз-таки это новая методика, которая только появилась, и она впервые была применена в Японии. У них есть наблюдение, уже двухлетнее наблюдение, где действительно хороший эффект от операции, так как операция все-таки проводится пациентам высокого хирургического риска, которые, возможно, не принесли бы открытую операцию, например, эндопротезирование сустава. И есть такие пациенты, и мы с вами их видим. И есть у нас опыт уже первый по проведению этой методики. Данная методика заключается в том, что в ангиографической операционной под местным обезболиванием вводится микрокатетер в сосуд, питающий это воспаление, зону воспаления идания. Далее через этот микрокатетер вводятся микроэмболы, частички, которые закрывают этот патологический кровоток. И мы, получается, снимаем зону воспаления, снимаем зону кровоснабжения патологического. И я думаю, вы как профильные специалисты дали этих пациентов уже видеть, что у них есть хороший результат. Мы видим первые результаты, которые появились в нашей университетской клинике. Это первый опыт, и он действительно неплохой. И он нам помогает как раз-таки бороться с болью у этих категорий пациентов, которые вынуждены были сидеть на сильных обезболивающих препаратах или вынуждены были ждать операции. И это хорошая альтернатива агрессивным методикам или, допустим, даже консервативным методикам. Имени обезболивающих препаратов. Да, мы снимаем, получается, пациента. Я думаю, что у вас есть уже наблюдение первое тех пациентов, которые мы прооперировали, и вы можете поделиться ими с нами. То, что все-таки это, можно сказать, исторический момент, так как мы имеем первый опыт, и мы можем уже его далее внедрять для пациентов. Причем, что данная операция проводится по квоте. И абсолютно, можно сказать, для пациента, если есть направление, то мы можем ее применять. В данном случае я хочу сказать, что ведь, по сути, в общем таком простом понимании этого слова, это даже и операции назвать, можно с большой натяжкой, это процедура, малоинвазивная процедура, то есть фактически через сосуд, минимальным совершенно доступом. Вы... Внутримышечный укол, как пункция, внутримышечный укол, который не требует наркоза, не требует обезболивания общего. То есть пациент практически ничего не чувствует, он находится в сознании, он все видит, и процедура довольно-таки проходит быстро, то есть от получаса в максимум час. То есть это на самом деле многие пациенты не понимают, что была проведена операция. Это просто проведена какая-то манипуляция, так как нет разрезов, нет травматизации, нет периода восстановления после операции. То есть они могут после операции в следующие сутки уже активно ходить, двигаться, и я думаю, что у нас импортные коллеги за границей, то есть которые проводят эти манипуляции, они их могут даже проводить амбулаторно, и часто это проводится так. Там у них манипуляции, данные, нет необходимости в госпитализации. Я хочу добавить, что в дальнейшем этих пациентов мы наблюдаем, они после амбализации к нам возвращаются на контрольные визиты, не потому что у них обостряются какие-либо болевые ощущения, а просто мы их приглашаем с целью их в дальнейшем пронаблюдать за эффектом от проведенной манипуляции. И пока у меня на сегодняшний день складывается весьма положительное впечатление, потому что пациент в том месте коленного сустава, где раньше отмечалась выраженная боль при сколь незначительном воздействии на эту область, например, надавливанием пальца, на сегодняшний день, даже спустя, у нас уже на сегодняшний день трехмесячное наблюдение есть, пациент боль в этой области при даже сильном воздействии не отмечает. При этом, если говорить о безопасности, совершенно сохранена чувствительность, то есть пациент отличает холодное от горячего, грубо говоря, различные другие виды болевой чувствительности, когда непосредственно, допустим, ущипнем пациента за кожей в этом месте. То есть совершенно не произошло выключение других функций, а произошло выключение боли, что действительно для нас явилось весьма положительным из всего того ожидания от этого метода. Как раз таки есть положительный опыт, и есть у вас пациенты, которые уже настроены дальше лечиться и просят уже вот эту манипуляцию на другом суставе. Есть пациентка, которая действительно почувствовала эффект на одном коленном суставе, и уже сама, соответственно, сама просит, чтобы ей провели такую же манипуляцию на другом коленном суставе. Но при этом я как раз и хочу сказать, что пациенты, вот данная пациентка, она стоит в очереди на эндопротезирование коленного сустава. Ей ждать еще, вероятно, в течение длительного времени, где-то около года, но она в момент, в период ожидания от этого эндопротезирования может жить с более высоким качеством жизни. У вас есть же шкалы, как раз таки вы уже оцениваете. Мы это все оцениваем, мы это все оцениваем, поэтому эффект видим, и в дальнейшем, я думаю, мы вместе, совместно будем наращивать наш опыт и выведем этот метод уже на более, как бы, рутинный, будем так. Тем более можно сказать, что в Казанском федеральном университете проводятся как раз таки исследования по поводу восстановления суставов, насколько помню, о парнокопытных, о лошадей. Мы занимаемся как раз таки с медицинской части зрения по поводу восстановления, ну, не то что восстановления, а все-таки лечения пациентов с остеоартрозом у людей и внедрения новых методик, я думаю, как-то это все у нас вместе идет, и может быть какой-то опыт и исследования Казанского федерального университета мы сможем в будущем применять при лечении таких пациентов еще более активно, так как мы все-таки развиваемся инновационно, и новые методики, которые появляются, мы внедряем в клиническую практику, и у нас есть хороший опыт по как раз таки ведению таких пациентов. И мы первые, кто смогли это сделать в республике. Я думаю, Тимур Булач далее будет развивать тоже это направление в плане науки, и активно сейчас у вас идет преподавание, я думаю, в плане студентов, то, что вы тоже будете уже делиться своим опытом, это будет первый опыт, который есть, я думаю, даже в России, так как в этом направлении есть специалисты, которые делают операцию, но нет еще особых докладов. Ну, я более того скажу, на сегодняшний день методика еще пока не признана ревматологическим сообществом, но в дальнейшем, когда опыт уже будет появляться и со стороны врачей-ревматологов, и если это будет все озвучено на каких-то больших представительских форумах, то в дальнейшем постепенно, я думаю, метод будет признан. И всеми специалистами, соответственно, получат уже более широкое распространение как метод, пусть и не заменяющий эндопротезирование коленного сустава, но, по крайней мере, позволяющий на какое-то время либо отложить либо операцию, либо сделать ожидание этой операции более качественной, более комфортной для пациента. В этом плане, конечно, другие методики, которые развивались эндоскулярных хирургов, это как эмболизация мочной артерии, она тоже ранее не была признана среди гинекологов, и гинекологи как бы старались ее обходить стороной. На сегодняшний день таких пациентов мы делаем по Волжье больше всех, то есть эмболизация мочной артерии премиоми. И есть очередь, определенный спрос на эту процедуру. Также вот то, что есть пациенты с аденомом простаты, которые эмболизируем, и тоже есть как раз-таки со стороны первичных специалистов, урологов тоже такое отношение немного, то, что все-таки это такая методика, ну, непонятная. Но опять же есть спрос, и приезжают пациенты из других регионов, которые нас находят и просят провести им эту манипуляцию. Я думаю, что и с эмболизацией коленосуставов тоже нас ждет такое направление. Конечно же, это не за один день, но я думаю, за постепенно, какое-то время мы докажем безопасность, эффективность этой методики, и активно будем ее применять в университетской клинике КФУ. Ну и самое главное, все-таки эмболизация, это все-таки органосохраняющая манипуляция, поэтому вот вы говорили о эмболизации маточных артерий, то есть, соответственно, место ампутации матки, что для женщины, в общем-то, является достаточно критическим. Сохранить детородную функцию, тем более, все-таки у нас в России активно сейчас деньги платятся за то, что за первого ребенка уже, и поэтому мы над этим работаем. А здесь мы, получается, сохраняем все-таки, может быть, даже и активную функцию в плане того, что человек может двигаться, так как его ограничивает в основном боль, а не деформирование. Деформирование – это уже четвертая стадия, когда уже действительно там уже только протезирование. Но те промежуточные с первой по третьей стадии, устья артроза, здесь уже, я думаю, если снимается боль, то пациент может двигаться, наверное, более активно. Ну и никто не снимает фармакоэкономические расчеты, поскольку мы восстанавливаем трудоспособность у пациентов, которые эту трудоспособность потеряли. Пациент возвращается на свои рабочие места и, соответственно, дает хороший экономический эффект. И в целом, если глобально рассуждать, для страны экономический эффект, ведь потери трудовой части населения, а не экономические потери. Поэтому тут во всех аспектах это, безусловно, перспективное направление. И я уверен, должно получить дальнейшее свое развитие. Ну и в завершении нашей беседы хочется обобщить все то, что мы сегодня обсудили. Остеоартроз является довольно значимым, распространенным заболеванием. Большая группа населения страдает этим заболеванием. Остеоартроз сопряжен с различными рисками, в том числе и с рисками по сопутствующим заболеваниям, так как пациенту приходится принимать препараты с большим количеством нежелательных явлений со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны желудочно-кишечного тракта и других органов и систем. И, безусловно, задача врача на сегодняшний день – это минимизировать все возможные риски для пациента и улучшить качество жизни. К сожалению, проводимые хирургические вмешательства не всегда дают положительный эффект и не всегда приносят облегчение состояния пациента, а зачастую способствуют дальнейшему прогрессированию остеоартроза и вплоть до необходимости эндопротезирования. Поэтому любое лечение, любые виды терапии, они должны обязательно обсуждаться с лечащим врачом и при необходимости в консультацию должен быть задействован врач-ревматолог. В университетской клинике КФУ, безусловно, есть такие специалисты, врачи-ревматологи, которые занимаются проблемами остеоартроза, в том числе и коленных суставов, которые на сегодняшний день включают как методы консервативной терапии, так и современные методы. Мы очень подробно с Булат Марцевичем Шарафудиновым обсудили возможности применения эмболизации ветвей подколенных артерий, которые в дальнейшем, безусловно, на наш взгляд, должны получить широкое распространение не только в нашей клинике, но и во всей стране и быть общепризнаны всем ревматологическим сообществом. Потому что метод перспективный, малоинвазивный и, по нашим наблюдениям, с хорошим достаточно эффектом. Поэтому мы на этой положительной ноте завершаем сегодняшнюю передачу. С пожеланиями здоровья. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok